Где же радость? Где же радость победы? Я вас спрашиваю! Я! Головной автомат! Я! По новой директории, надо что-то делать! Вы посмотрите вокруг! Рабочие глядят волками, евреи притаились, в казармах сноют большевики! По новой директории, надо что-то делать! Конкретно! Конкретно! Я конкретно предлагаю отслужить молебны во всех киевских церквах! И чтобы три дня звонили во все колокола по случаю рождения нашей государственности! И чтобы весь народ ходил без шапок и радовался, 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 а кругом боу, боу, боу! И даже евреи без шапок! Чепуху! Нам нужно... Конкретно! Конкретно! Вот, 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 вот! Нужно, чтобы нас признала Америка! Понимаете? Тут приехало два американских офицера! Так вот, нужно, как можно скорее, выдать им из сейфа 20 миллионов долларов! Да-да, они нас признают! Значит, не подмажешь, не поедешь, как говорят, кооперации! А может, они жулики? Кто жулики? Как вы смеете оставлять американскую рацию? Довольно! Здесь не кооперация, здесь директория правительства Украины! Довольно! Я говорю, да! Надо собрать учредительное собрание! Надо декларировать нашу программу. Довольно путаницы. Надо, чтобы фабрикант знал, что фабрика остается ему. Помещик тоже. Завидочный крестьянин тоже. О, ну и пропадем. Держаться мы можем только на армии, а не на фабрикантах. Услышав такую декларацию, армия уйдет к большевикам. Так что же, вы хотите? Я хочу того же, что и вы, и пан Петлюров. Но все это надо делать постепенно. И потом не надо употреблять слово учредительное собрание.